МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Талдыкургана в поле так просто не попасть. С неожиданной для себя проблемой в условиях карантина столкнулись фермеры, проживающие в городе, поля которых остались за областным центром. Как быть, об этом мы поговорим в прямом эфире сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Алматинской области Коимчан Аванович Умаров. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что в этих условиях, в условиях карантина делается фермерами, именно теми, которые проживают в Талдыкургане. Начнем с этого, потом перейдем на область. Во-первых, я бы хотел сказать, что весенние полевые работы в нашей области начались, идут они полным ходом, но вы, как вы сами знаете, в связи с введением через ситуацию нашей республики, и тем более с 15 апреля текущего года, введением карантина на территории нашей области, соответственно, все наши структурные подразделения, произвели ряд, как говорится, претерпели ряд изменений с тем, чтобы, во-первых, во-первых, это противостоять коронавирусу, во-вторых, продолжать работу, особенно это касается весенних полевых работ, которые перед нами поставлены. Но в этом году, вы знаете, что посевная площадь нашей Шалматинской области увеличена до 966 тысяч гектаров, она намного больше, чем уровень прошлого года на 5 тысяч гектаров. В этом году мы собираемся увеличить посевы сахарной свеклы, кукурузы и кормовых культур, ну и, естественно, овощные и другие культуры. Поэтому в этом случае, как сказано, в соответствии с указом президента нашей страны, в соответствии с постановлением главного санитарного врача нашей области, о том, что ограничения не должны влиять на ослабление или снижение проведения сельскохозяйственных работ, в данном случае весенних полевых работ. И поэтому наше хозяйство, да, они должны немножко, будем так говорить, претерпеть изменения, но работу в данном направлении мы не должны останавливать. Каждый день дорог для фермера. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если вы хотите задать вопрос нашему гостю, позвоните по телефону 40 0109, код города 87282. Также на экранах ваших телевизоров есть номер WhatsApp мессенджер, по которому тоже вы можете отправить свои вопросы, мы здесь в студии их озвучим. Звоните. Так, каждый день дорог, но на блокпостах вокруг города Талдыкурган проблемы. Люди не могут, вот эти крестьяне не могут выехать вот на поля, где находится, ну идет полным ходом весенние полевые работы. Что делается с вашей стороны, со стороны управления сельского хозяйства? Во-первых, в соответствии с предложениями министерства сельского хозяйства, с сегодняшнего дня у нас начинает действовать на территории области оперативный штаб по проведению весенних полевых работ. Такие штабы созданы будут в каждом районе. Возглавлять эти штабы будут заместители Акимов, районов курировщиков сельского хозяйства. Туда будут включаться все структурные подразделения, уполномоченные органы, которые задействованы и работают в блокпостах. Это полиция, здравоохранение и другие. Такой штаб, как я сказал, будет создан сегодня уже на территории области. Возглавляет этот штаб заместитель Акимов области Северный Александрович Бескинпиров. Туда вошли у нас первый заместитель начальника ДВД области со здравоохранения, транспортного контроля и другие члены нашего полуношения. Я думаю, на этом оперативном штабе, который будет ежедневно заседать, будут решаться все злободневные вопросы сегодняшнего дня. Давайте я озвучу вопрос, который поступил к нам. От фермера, который говорит, мне одно непонятно, если лицо зарегистрировано как крестьянское хозяйство или фермер, смысл ему еще пропуски или справки брать? Или я чего-то неправильно понимаю, мое хозяйство находится, где кирпичный завод, там проезд в восточную промзону рядом с кирпичным заводом. Я зарегистрирован как фермерское хозяйство. Но однако он попасть вчера не смог на свое поле. Как ему теперь быть, каждый раз ему предоставлять справку, разрешительные какие-то документы? Правильный очень вопрос, животрепевший. Да, если он как хозяйство зарегистрирован, он должен был, но это и не поздно, и сегодня можно этот вопрос сделать. Через местные исполнительные органы, то есть через акимат города Талдыкургана, он просто должен явиться, показать все необходимые документы и получить на руки пропуск. Это временно. Второе, значит, сегодня буквально ее запустили уже, вчера ее протестируюли в Павлодарской области. Все хозяйствующие субъекты, крестьянские хозяйства, кооперативы, ТО, они могут получить электронное разрешение через Кулдау Кэзет, сайт называется Агрорухсад, куда он соединен, будем так сказать, интегрирован с сайтом Сергек нашей республики, куда буквально в течение двух-трех минут они ее подают, так же, как подают на субсидии. Кстати, я должен сказать, что эта услуга бесплатная, и, соответственно, после проверки ее она получает электронное разрешение, РУХСАД, и ее можно распечатать, и, соответственно, со своими необходимыми документами проявлять на этих блокпостах, и никаких, я так думаю, ограничений не должно быть. До этого было объявление, что, к примеру, надо идти в Акимат и получить пропуск. Уже сегодня в Акимате города Талткурган людей очень много, которые желают получить пропуск, хотя у нас карантин, и люди должны как-то вот так вот не должны собираться. Вы говорите «Холдал Кейзет». Да. Холдал Кейзет, туда никуда необходимо, нет необходимости ходить. Это люди, которые имеют на руках электронно-цифровые подписи, они у них есть, они прямо из дома в онлайн-режиме подают, и в онлайн-режиме получают это разрешение, и могут смело выезжать. Я еще раз повторяю, что этот сайт интегрирован с сайтом Сергейка. Так что, дорогие телезрители, которые задавали вопросы, как же вам получить пропуск, вот вам говорят адрес, вы уже, может быть, в курсе, зайдите в интернет, через интернет находите сайт «Колдал Кейзет», и там дальше вы увидите, как это все сделать. Если вдруг у них будут проблемы с получением пропуска в онлайн-режиме, куда обратиться? Ну, во-первых, я считаю, что надо обходиться в районные отделы сельского хозяйства. Не обязательно туда ходить, есть телефоны, есть сайты. Через это обратиться, я так думаю, обязательно какая-то реакция должна быть. Я еще раз повторяю, что у нас создан рабочий орган, штаб, который ежедневно будет рассматривать все эти животрепещущие вопросы. Если где-то что-то не решается, то мы должны это дело реагировать и принять правильное, необходимое решение. Есть там какой-нибудь телефон, куда может позвонить? Ну, в принципе, телефон мы сегодня определяем, но можете звонить по телефону 32-97-02, это управление сельского хозяйства. 32-97-02. Да, или же 32-96-94, это приемное управление сельского хозяйства. Где вам ответят, зафиксируют, и обратно адрес надо обязательно нам знать, какие есть там еще проблемы. И еще одна проблема, которая возникает между крестьянскими хозяйствами и вот этими блокпостами, это получение другого пропуска. Это человек, глава крестьянского хозяйства, может себе сделать пропуск, поставить печать и проехать через этот блокпост. И здесь же возникает вопрос, если печать крестьянского хозяйства действует для пропуска, тогда зачем нам нужны блокпосты? Любой человек может получить, член семьи, или там сосед, или друг может получить через это крестьянское хозяйство пропуск и проезжать блокпост. Как теперь это все будет контролироваться? Кто за этим следит? Вы очень правильный вопрос задали. Вообще надо нам, во-первых, всем разобраться, что такое карантин. Давайте чуть позже ответим на этот вопрос. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела узнать, у меня муж работает в Талгаре. Там закрыли на карантин. Говорите. Мой муж на карантинном месте в Талгаре находится. А дней три у него работа останавливается, например. Как ему выехать домой? Работа... Где он работает? Где работает, не сказал. Он работает в Талгаре вроде. Но заехать к себе домой не может. Это в Алмате, что ли, дом или в Талгаре? Она не договорилась, связь прервалась. Во-первых, я еще раз повторяю, что у нас оперативные штабы созданы в каждом районе. Допустим, проблему города Талгара жителя не может определить УЦХ или другие. Надо обращаться в местные исполнительные органы, где есть все штабы. И по весенним полевым работам, как я сказал, есть у нас в целом районные штабы по противодействию коронавируса. Поэтому я бы последовал данным заявителю обратиться в местные исполнительные органы и определиться. Если два дня, три дня работает, смотря что за организация. Если она действительно нужна, жизнедеятельность необходима, они будут там определяться. Если она нет, то, извините, временно надо будет закрывать, потому что это карантин. Давайте расскажем по поводу пропуска от крестьянского хозяйства. Очень правильный вопрос у нас вы задали. Действительно, если у нас по области только 48 тысяч крестьянских хозяйств и всех сельхозтоваропроизводителей. Если каждый будет со своей печатью давать разрешение себе, знакомому. А вообще в целом на весеннюю полевую работу у нас задействованы более 130 тысяч человек. Все они, естественно, не могут передвигаться. На то и карантин. Но работы по весенним полевым работам должны идти. Это однозначно. Потому что сегодня мы то, что посадили, мы пожнем, как говорится, увидим результаты только осенью. Поэтому крестьянским хозяйствам строго надо быть очень внимательным. Во-первых, в своих же целях безопасности. Налево-направо раздавать печати, справку, что они имеют право проводить такие и такие работы. Заезжать в Талдугурган или в Алмата. Извините, такому никто это не может сделать. Поэтому нет необходимости всем давать. Работа идет только сейчас в посев. Вот что связано с посевом. Это доставка минеральных удобрений. Это доставка семян. Это доставка гербицидов, механизаторов, которые пашут, сеют и то, что делают. Вот эти люди только имеют право сейчас передвижение. А всем налево-направо, тем более главам крестьянских хозяйств, передвигаться, я считаю, что нет необходимости. И здесь возникает вопрос, как защищены сами сельхозработники от этой инфекции? Естественно, мы как все люди понимаем, что предостаряжение это прежде всего. Прежде всего. Поэтому то, что я сказал через колдау. Потом, то, что глава хозяйств подписывает справки, они обязательно, там есть пункт о том, что они несут персональную ответственность за то, что этот рабочий, или человек, который я даю справку, или я заявляю его в этом сайте колдау, я за него несу персональную ответственность. Это о чем говорит? О том, что каждый отвечает за те требования, которые сегодня нас требуют в правилах предохранения коронавируса. Они несут персональную ответственность. Поэтому это еще раз накладывает еще одну обязанность, функцию нашим сельхозработникам, чтобы они были очень, как говорится, внимательны, прежде чем вот эти вот все передвижения, все эти дела. А если честно сказать, то хороший хозяин, удобрения, семена, все, что ему надо, он уже заготовил. Чтобы организованно, пользуясь природно-климатическим условием посеять, он должен все условия создавать на местах. А не так, что утром он с Талдукургана выезжает, вечером он обратно в Талдукурган уезжает. Это не только для ближних Талдукурганов, это вообще в целом, я считаю, для тех производителей работ, которые проводят сейчас работу на местах. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Задавайте свой вопрос. Рахмет, это вот по кредиту получается. Может быть, я не поняла, если даже у крестьянского хозяйства есть кредит, и он не может никуда выехать, как оплатить свой кредит, к примеру? Вот такой же вопрос у него. Да, этот вопрос в финансовых организациях рассматривается. И все кредиты, которые на сегодняшний день сложились, они будут перенесены на неопределенный срок. Но раз пользуется этим случаем, я сразу отвечу на один вопрос, который, наверное, будет. Вы знаете, что в целях поддержки цехозтоваропроизводителей по финансам средств государства предусматривается 100 миллиардов тенге на программу экономика простых вещей. Ее ставка не будет превышать 6%. Вот буквально мы вчера проводили селекторное совещание с районами, и об этом представитель аграрно-кредитной корпорации сказал, что да, эта программа сейчас на рассмотрение, буквально на днях она будет принята. И она будет выдаваться не до 1 декабря, как обычно у нас на весенние полевые роды, а на целый финансовый год. Поэтому эта программа будет задействована. Хорошо. Мы слушаем нашего телезрителя. Задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олжас. Я житель города Павлокурган. Вчера пытался купить мясо в городе Павлокурган, и нашел, пришлось купить мясо курицы, которое сейчас подорожало. 1,5 тысячи даже дороже. Мясо говядины, мясо баранины найдешь. Овощи дорожают. Со стороны вашего департамента какие действия, чтобы город Павлокурган снабдить овощами по доступной цене и открыть точки по продаже сельхозпродукции прямой от производителей, чтобы цены не были высокие. Сейчас просто ужасный цены. Спасибо большое. Хороший вопрос, действительно. Цены растут. Что делать? Олжас, очень хороший вопрос, я считаю, что. Но вы знаете, что продуктовые магазины или магазины, которые обеспечивают продуктовым питанием, они у нас, несмотря на карантин, работают. То, что касается ассортимента, то, что касается цены, я думаю, это очень правильный вопрос. Над этим вопросом, конечно, не только управление сельскохозяйствами, управление индустриально-инновационным развитием. И наше СПК вплотную работает. Поэтому по мясу я конкретно сейчас ответить не могу, но я знаю, что у нас достаточно средств, достаточно возможностей, чтобы мы могли обеспечить город Павлокурган качественной продукцией. Свою продукцию крестьяне должны вынести на рынок, на базар и продать. Но по-другому они не могут. А сейчас, когда все перешли на онлайн-режим, кто-то из дома продает и так далее, как быть тому крестьянину, у которого, например, на складе очень много этой продукции, может, овощей и фруктов, что ему делать? Ну, естественно, мы такие связи налаживаем. У нас есть перечень предприятий, организаций, хозяйств, которые имеют возможность снабжать наши магазины. Поэтому эти контакты, они есть, они работают. Но правильно, вот единственный телезритель задал вопрос, что цены растут. Вот поэтому на это дело есть. Вы знаете, что в период карантина 9 товаров народного потребления, которым по основным правительствам поставлены, значит, предельные цены, выше которых нельзя продавать. А в целом в социальной корзине наших жителей таких наименований продукции 19. Поэтому этот вопрос находится. И цены на эти продукции, они контролируются? Контролируются. Контролируются эти цены. Мы слушаем телезрителя. Говорите. Добрый день. Здравствуйте. Вот у меня вопрос по поводу кредита. Было на 90 дней продлино. То есть, но вот приходит банкета, альфа-банк именно, то есть нужно платить кредиты. Автоматически, то есть, код-свете разводят и озвучивают какой-то номер. Мы пишем на WhatsApp. Обратились. Там ссылку отставили. А там нужно подать заявку на определенные 20 дней. Мы подали заявку, то есть, на 10 рабочих дней они осматривали вот эту заявку. Но вопрос. По поводу указа президента, не автоматически ли было продлино на 90 дней? Но вы не финансист, но в любом случае вы можете ответить на этот вопрос. Ну, конечно, понятно, но что все кредиты, которые бытовые или другие, они, в соответствии с поручениями главы государства, они, надеюсь, 90 дней перенесли на дальний срок. Но я вам отвечу только чисто по нашим сельскохозяйственным вопросам, которые относятся. Поэтому я считаю, что... Проблем не должно быть. Проблем альфа-банк и другие банки не должны создавать для наших жителей. Это касается всех финансовых институтов и банков, в том числе, второго уровня. Поэтому вы можете обратиться в свой банк, позвонить, и они дадут вам разъяснение, как это сделать. Но обязательно надо позвонить своему банку, связаться с консультантом, чтобы получить ответ на свой вопрос. Звоните, дорогие телезрители. Телефон 400109, код города 87282. Также пишите свои вопросы на WhatsApp-мессенджер, телефон на ваших экранах. Вот скажите, пожалуйста, вот в условиях карантина, вот именно весенние полевые работы, трудно вот крестьянам, сельхозникам, да, какая-нибудь помощь со стороны государства будет оказываться? Ну, однозначно. Ну, вы сами прекрасно знаете, что самая основная проблема для наших сельхозников и производителей был период весенних полевых работ, это стоимость, дороговизна, горючие смажившие материалы. И я вам специально заявляю, что дизельное топливо на территории нашей области с нашей базы разлива составляет 165 тенгет за 1 литр. Вот вы представьте, что в нашей станции Селево-Стау 165 тенгет, и на станции в Волокульском районе он тоже 165 стоит. Это первое. Второе я вам озвучил, это кредиты на весенние полевые работы, удешевленные кредиты, которые будут выдаваться на один год, вот по линии экономика простых вещей. Я думаю, помимо всех этих льгот, вы знаете, что в данном случае по сахарной стекле через СПК ЖТСУ закуплено более на 500 миллионов тенге, 14,5 пассивных единиц для крестьян, которые будут оплачивать все эти затраты уже после сдачи урожая. Такие условия уже, они не на словах, они уже действуют и работают. Но мы еще не договорили по поводу защитных средств, к примеру, как они защищаются, обеспечиваются они вот такими вот средствами защитными? Ну, естественно, любой хозяйственный субъект, кто будет это крестьянское хозяйство или юридическое лицо, оно обязано защитить своих работников первичными средствами защиты. Это маски, костюмы и тому подобное. Поэтому какого-то централизованного нет, но каждый хозяйственный субъект, он обязан это выполнять и обеспечивать своих подвоз, горячее питание и тому подобное, они как есть, они организованы. Южная область, к примеру, Южно-Казахстанская область не может экспортировать свою продукцию. Вот проблему вы, наверное, знаете, везде об этом пишут, показывают. Проблемы у наших товаропроизводителей есть, в основном же наши отправляли на экспорт в Китай в основном мясо. Как вот здесь? Очень хороший вопрос. Да, мы средства массовой информации видим, слышим, что Южный Казахстан, где природные климатические условия намного теплее, лучше нас. На сегодняшний день у них уже началась уборка капусты и других овощных культур. И почему этот вопрос возникает? Потому что Южный Казахстан, будем так говорить, Туркестанский область, город Чемкент, они напрямую работали с Россией, с ближайшими соседями, Кыргызстан, Узбекистан. Но вот в связи с такой ситуацией, эпидемией по всей этой самой, у них сейчас выход, естественно, в такие страны приостановлен. Есть преграды, есть этот самый. И поэтому таких проблем у нас сельхозтоваропроизводителя, я считаю, что нет. У нас есть теплицы. Эти теплицы у нас снабжают пока нашу область. Есть теплицы, которые уже, типа вот наш Алатау, Копчегаи. Они работают с Россией. У них связи еще не прерваны. Они действуют. По экспорту я должен сказать, что на сегодняшний день, вот последние данные, Алматинская область экспортировала за рубеж 1232 тонн мяса. В том числе 405 тонн говядины, 884 тонн мяса птицы. Страны это Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Россия. И я думаю, что эта работа будет продолжена, есть она. Ну, чуть-чуть потерпеть, и мы, надеюсь, войдем в нормальное русло. Мы вас благодарим, что пришли ответили на вопросы наших телезрители. Кроме того, көрермендер, егер сіздердің халқа, қызмет, көрсету орталығына сұрақтарыңыз болып жатса, кешке жақын сағат 19.00-да жетсу телеарнасын косып, бүгін бақтарламасын көрілеріңізге болад. Мы вас благодарим, что принимали участие в нашей программе. Встретимся завтра в 16.00. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА